Вам оформили паспорт в 2020 году, в августе месяце, и вы отказываетесь его получать, потому что вы считаете, что в данном паспорте допущены ошибки. Это не только я считаю, это подтверждает горожана в своем письме. По поводу вашего обращения, у вас как бы претензии, чем вы недовольны? Основная моя претензия, зачем я должен получать паспорт, который не соответствует правилам русского языка? Сделана заявка, вместе с тем... Знают, что они допустили ошибку, они меня принуждают. Зачем мне это надо, я вас спрашиваю. 753 мы трогать не будем, давайте. Пять месяцев мне ни ответа, ни привета, поэтому я вынужден писать на имя президента. Можно по тексту. Они признают то, что паспорт является недействительным, поскольку в нем ошибка. Ополняют свою работу в соответствии с инструкцией, правильно? Да, и они ее нарушают. Принуждают меня к получению. Подпадаю под уголовный кодекс. Но сидеть-то мне придется за это. Вы все проверите и убедитесь, что это действительно так тому и есть. Пешков такой мне это написал. У них какие-то другие корыстные цели, если они допускают такие ошибки. Какая интересная оказия происходит. У всех людей паспорта недействительные. Вопрос, что с этим делать? Выходят голосовать. Не имеют права даже свой голос на выборах выдавать. Да, мы, конечно, разберемся. Они саботируют данный приказ и выдают недействительные паспорта. Саботируют весь этот процесс, направленный на дестабилизацию в Российской Федерации. Целенаправленно подрывают государственность. То ты никто в этом государстве. А что такое государство без граждан? Это ничто. Будем разбираться. Тогда что получается, что в Российской Федерации нету граждан? Вот и все. Алло. Алло, Андрей Вячеславович. Добрый вечер еще раз. Главное управление по опросу эмиграции МОД России по поводу вашего обращения. Подскажите, пожалуйста... Подождите, подождите минуточку. Представьтесь, пожалуйста. Фамилия... Ольга Викторовна, старший инспектор. Ольга Викторовна, все, давайте дальше ваши вопросы. Я бы хотела у вас услышать претензии, которые вы предъявляете. А вам заявления недостаточно моего? Вы по заявлению на имя... Ольга Викторовна, прошу в диалоге быть. Если вы мне задали вопрос, я как бы отвечаю на него. А, Андрей Вячеславович, я с вами разговариваю достаточно нормально. И давайте мы с вами конструктивно тоже поговорим. Я с вами не ругаться. Я с вами уточняю, по какому заявлению от 20.04.21 на имя президента Путина. По этому заявлению вы мне звонок слышали. Но у нас заявление от 11 мая. От 11 мая от моего имени? От Широнина? Да. Так, а оно кому адресовано? Администрацию президента вы отправляли. 30 апреля зарегистрировано. А, ну значит, это еще первое. А, зарегистрировано на 30-го. Значит, там стоит дата 20.04. И ниже моя подпись, правильно? На последней странице три листа должно быть. Последняя страница 20.04.21. Да, 20.04.21. Все, теперь я понимаю. Все, я вас слушаю внимательно. Мне бы хотелось просто, напросто, понять, в чем у вас, как бы, претензии, чем вы недовольны. Потому что то, что я прочитала, мне немножко непонятно. Поэтому я бы и позвонила вам, чтобы узнать, какие претензии вы предпределяете сотрудникам, которые вам выдают паспорт. Так, вот смотрите. Если вы внимательно прочитали, на первой странице, начиная вот с 4-го абзаца, где стоит дата 21.01.21, мною было получено письмо за подписью Горожанова. Это заместитель управления Паризанской области, где человек, а он все-таки человек, он признает, что есть ошибка. И они составили информационно-аналитический отдел обеспечения деятельности МВД. Письмо за номером 042-12-117. Правильно? Вы же это тоже читаете, видите? Да, 042-117. Ольга Викторовна, вот теперь основная моя претензия. Зачем я должен получать паспорт, который не соответствует регламенту по выдаче паспорта? Вот зачем мне нарушать уголовный кодекс, а именно 327-й пункт 5 УК РФ? Зачем я буду, если сотрудники Управления по делам миграции знают, что они допустили ошибку, они меня принуждают взять этот паспорт, зачем мне нарушать законы Российской Федерации, в частности, уголовный кодекс? Без исправления этой ошибки. Давайте мы еще раз с вами уточним, Андрей Вячеславович. Вот я еще раз читаю вашу жалобу. 21 января 2021 года мною было получено письмо, а 12 января 2021 года, ну я не буду все цифры перечислять, 85-40, копию прикладываю, за подписью заместитель Горожанова, из которого следует, что в целях корректировки данного штампа в соответствии с требованиями административного регламента 851 отделением информационного обеспечения и оказания государственных услуг в электронном виде управления вопросами миграции МВД России Рязанской области сделана заявка в Единый центр эксплуатации Единой системы информационно-эффективной обеспечения деятельности МВД России. Номер такой. Вместе с тем, это уже вы пишете, комментируете, горожанин принуждает меня к получению данного паспорта. Да, это следует из письма, к которым приложено, что я его должен получить, этот паспорт. Зачем мне это надо, я вас спрашиваю. Если они признают, что данная ошибка существует, и для корректировки они сделали запрос в аналитический центр. Но это ладно, это вы уже сами там подумайте, я вам свою мысль донес, я думаю, вы меня поняли. Я поняла то, что вам оформили паспорт. В 2020 году, в августе месяце, и вы отказываетесь его получать, потому что вы считаете, что в данном паспорте допущены ошибки. Это не только я считаю, это подтверждает горожан в своем письме от 12.01.21, где он отсылает меня к тому, что имя составлено в информационно-аналитический по эксплуатации в единую систему информационную, составлено письмо, чтобы исправить данную ошибку. Так написано из его письма, понимаете. Они сделали заявку, чтобы сделать корректировку. А это было 0.01, сейчас месяц 6 уже. То есть 5 месяцев мне ни ответа, ни привета. Поэтому я вынужден писать на имя президента, чтобы... И это, что касается первой моей основной претензии, да. То есть у меня уже они признают то, что паспорт является недействительным, поскольку в нем ошибка. И они, опять же, принуждают меня к получению. То есть они побуждают меня, чтобы я... В нем ошибка заключается в том, что в штампе, да, что-то со штампом... Да, штамп стоит не тот, который должен стоять согласно регламенту. В ответстве в 851. И уже не в 851, а в 763. То же самое, абсолютно такой же штамп, который должен стоять... Который, вернее, был в 851 приказе, но у меня стоит другой. То есть другой штамп. То есть это уже идет нарушение регламента по выдаче паспортов. Соответственно, мой паспорт не является действительно на основании пункта 6 постановления правительства от 08, 07, 097 за номером 828. Это что касается моей первой такой основной претензии. То есть меня побуждают взять паспорт, который они знают, что он недействителен. То есть тем самым я, получается, подпадаю под уголовный кодекс Российской Федерации, нарушая 327 пункт 5 УК РФ. То есть они знают, что... Это все равно, что... Как вам объяснить? Сказать, да ты его за***шь, тебе ничего не будет. Но сидеть-то мне придется за это. Понимаете? Это сотрудники полиции, которые занимают должности определенные. То есть они меня побуждают взять паспорт, который они знают, что он является недействительным и незаконным. Это что касается штампа. Теперь давайте, как бы, я думаю, вы меня поняли. Вы все проверите и убедитесь, что это действительно так тому и есть. Потому что они же приложили номер письма, написали, вернее, в письме ко мне, написали, что они составили за номером таким-то. Это вы сами все проверяете. Это ваша, как говорится, работа. Теперь давайте переходим к основной моей претензии, самой главной. У меня паспорт заполнен. Реквизиты паспорта заполнены. То есть кем выдан и кому выдан. Они заполнены с нарушением опять все того же регламента. А именно, если мы возьмем 851 приказ, это пункт 148. Если мы возьмем уже более свежий приказ от 2020 года, это 773 приказ. Нет, давайте мы с вами остановимся на 851, потому что паспорт вам оформлялся в соответствии с 851. А давайте на 753 мы трогать не будем. Давайте. Ольга Викторовна, не вопрос. Давайте пока новый регламент мы трогать не будем. Но согласно 851 приказу, пункт 148, он как звучит? При заполнении реквизитов паспорта используются... Я специально выделил черным, там на второй странице. При заполнении реквизитов паспорта используются заглавные буквы и арабские цифры. Но слово «все», там нету слова «все». Если мы возьмем правила русского языка, там, по-моему, 92-е, вот я не помню, какой параграф, то фамилии, имя, отчество пишется с заглавной буквы, а не всеми заглавными буквами. Это мы же с вами в России живем, правильно? То есть у нас действуют правила русского языка. Реквизиты заполняются. Это, опять же, у меня сноска там, я не помню, в этом письме есть или нет, но в приказе, в 851-м, есть конкретный пункт, как заполняются реквизиты, кем выдана. И там только заглавными буквами пишется аббревиатура, то есть УМВД, Управление Министерства Внутренних Дел. Да, аббревиатура пишется, согласно правилам русского языка, пишется одними заглавными буквами. Все остальное, допустим, как там, допустим, там в 851-й Барышевский, там Управление, ну, вот это вот Барышевский, допустим, пишется. Там же в примере это написано, что это пишется с заглавной буквы. Можно по тексту? По тексту, давай. Скажите, пожалуйста, вот это же сотрудники выполняют свою работу в соответствии с инструкцией, правильно? Да, и они ее нарушают, получается. Вот. То есть данный приказ административного регламента 851-го был на основании постановления правительства 8.28, где сказано, что МВД разрабатывает бланки и, соответственно, внесение в них в эти бланки паспортов сведения. Правильно? То есть получается все-таки постановлением 8.28, как бы, да, правительство уполномачивает МВД разработать бланк и описание, и внесение сведений в этот паспорт, бланк. Ольга Викторовна. Вы что-то не понимаете, давайте мы с вами поговорим. Вы, наверное, что-то не понимаете, потому что начальник миграционной службы по Рязанской области ответил мне в письме, у меня есть письменное доказательство. Ну, там оно приложено, да. Нет, 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 к этому не приложено. У меня есть другое, что МВД не занимается разработкой бланка, и никакого отношения мы к этому бланку не имеем. У меня есть письменное, это его господин Пешков такой мне это написал. Ладно, мы опустим это, это не столь важно, кто его разрабатывает. Что касается заполнения, мы переходим к основной части. Заполняет ведь МВД. Заполняет МВД, я там жену с инстаграмом рекламе написано. Заполняет МВД. Заглавными буквами. Нет, 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 нет. Там написано, еще раз читаю, при заполнении реквизитов паспорта используются заглавные буквы и арабские цифры. Слово «все» там нету. Значит, как бы должны быть... Но точно так же нет, что единичное, то, что первая буква заглавная, остальные строчные. А где не вступает, вы меня извините, я повторюсь, Ольга Викторовна, правила русского языка, мы же с вами живем в России, есть правила русского языка. Согласно правилам русского языка, фамилии, имя, отчество пишется с заглавной буквы. Так же, как начало предложения в реквизитах, кем выдано. Понимаете? Если, допустим, пишется «барышевский отдел», то слово «барышевский», как указано в 851 приказе МВД, там есть пример специально, как заполняется, то там написано, что она написана с большой буквы, а не всеми заглавными буквами, Ольга. Поэтому, как бы, чтобы вы понимали, правила русского языка здесь становятся во главе, поскольку мы в России живем, правильно? То есть здесь надо идти от этого. И поскольку не указано, что все заглавные буквы, значит, вступают в действие правила русского языка. Поэтому в моем письме на имя президента я и написал, что сотрудники МВД либо в школе плохо учились по русскому языку, либо у них какие-то другие корыстные цели, если они допускают такие ошибки. Понимаете? В чем моя основная претензия? То есть правило русского языка в стране, где русский язык является государственным языком, оно нарушено, это правило. Но ведь это же можете оспорить и в судебном разбирательстве. А зачем мне в судебном, если я пишу на имя президента? Я же там пример привел. Если перед Владимиром Владимировичем стоит стол деревянный, если вы прочитали внимательно мою жалобу. Да, я прочитала. Он не является металлическим. Стол деревянным, он никаким образом не может являться металлическим, хоть он сделан с использованием металлических предметов. А у МВД, в частности отдел по вопросам миграции, мне говорит, что это не деревянный стол, это металлический, получается так. Понимаете, какая интересная оказия происходит в этом деле? То есть сотрудники МВД либо не понимают русский язык, по всей видимости, они обучались в школе плохо, если они такие ошибки допускают. Это первый момент. Либо у них есть какие-то корыстные цели. Вы меня понимаете, Ольга Викторовна? Нет, я вас понимаю, вашу позицию тоже понимаю. И почему она позвонила? Она правильная моя позиция. И вы это знаете, что она правильная. Вопрос, что с этим делать? И так делаем. Мы разберемся, конечно. Да, мы, конечно, разберемся. Мы разберемся, и я буду как бы настаивать до конца, и я буду писать президенту, пока я не добьюсь этого. Вы все, не конкретно вы, я не имею в виду вас. Извините, если вы меня так помните. Я имею в виду, что вся вот эта система МВД, у всех людей паспорта недействительные. Это я уже не говорю, что эти люди ходят голосовать с недействительными паспортами. А в следующем письме, если вы мне дадите ответ неправильно, кстати, я вам хочу сказать, что данный разговор записывается, и я сделаю обязательно расшифровку нашей с вами беседы. И обязательно в следующем письме, если ответ будет неудовлетворительный, то есть он будет неправильный, неподобающий, то есть конкретно я буду ссылаться на данный разговор, и уже, поскольку администрация президента мне ответила, что у МВД мне конкретный ответ не дало по данному вопросу, я уже буду писать, чтобы лично Владимир Владимирович брал эту тему на контроль, поскольку сотрудники МВД саботируют данное действие, и все люди, все граждане, а я так понимаю, что у меня ни одного такой паспорт, что все люди не имеют права даже свой голос на выборах выдавать, понимаете, поскольку у них не является паспорт действительно на основании 828-го постановления правительства от 08-07-97-го года. Понимаете, в чем дело? То есть сотрудники МВД написали в приказе, что да, вот есть, должно все быть правильно, а люди, которые занимаются выдачей этих паспортов, то есть Колокольцев подписал этот приказ, но он стоит во главе всей МВД, а люди, которые занимаются выдачей этих паспортов на места, они саботируют данный приказ и выдают недействительные паспорта. Вот в чем вопрос, понимаете? То есть люди, которые занимаются документированием людей, то есть, ну, в вашем понимании, из физических лиц, да, то есть они саботируют весь этот процесс и все паспорта в Российской Федерации, они недействительны. Тогда что получается, что в Российской Федерации нету граждан? Вот и все. Поскольку все паспорта являются недействительными, то граждан, как таковой, в этом государстве не существует. Вот вы этот момент понимаете? Ну, я вашу позицию поняла. Да. Это хорошо, что вы меня понимаете. Вопрос, как дальше вы будете действовать и как отвечать, это вопрос. Да, это вопрос. Да, это вопрос, очень серьезный вопрос. Ну, надеюсь, мы вам дадим удовлетворительный ответ. Я тоже в этом надеюсь. Но, как бы, из практики я могу сказать, что те ответы, которые мне давал господин Горожанов с Пешковым, они не являются удовлетворительными, направлены на дестабилизацию в Российской Федерации и точно не укрепление суверенитета этого государства. Вот я все, что могу сказать. Пока на данный момент люди стоят во главе такой структуры, в Рязанской области, я не говорю, я не знаю, как в других городах, но у кого я в Рязанской области не спрошу паспорт, мне показывают паспорта, которые только заполнены от руки. И заполнены они были, это вот момент выдачи, наверное, 2002-2003 год, которые заполнялись от руки, и там написано «Все согласно правилам русского языка». И если был бы суд, я бы привел таких людей с такими паспортами в суд, и я бы доказал, что люди, которые пишут от руки, гораздо грамотнее тех, кто ставит программы машины. Я вам почему это говорю? Потому что я сам по одному из образований я программию. Я знаю, что такое сделать программы. И бывает, что иногда люди умышленно делают скрипты не те, какие они должны быть, понимаете, чтобы сделать это в своих целях. И получается так, что, как я вижу из всего происходящего, что люди, которые в вашем главном управлении находятся, в аналитическом этом отделе, куда было составлено письмо, они целенаправленно подрывают государственность Российской Федерации и делают так, чтобы в государстве Российской Федерации не было граждан. Потому что если у тебя, как говорится, нет бумажки, то не буду говорить это слово, все-таки мы культурные русские люди. Но вы сами понимаете, что я имею в виду. Правильно? Нет, я вас понимаю. Вашу позицию я поняла. То ты никто в этом государстве. Вот и все. Когда у всех 148 миллионов недействительные паспорта, а я думаю, это именно так, потому что этим занимается именно информационно-аналитический вот этот отдел МВД России, то нету как таковой граждан. А что такое государство без граждан? Это ничто. Понятно. Хорошо, если понятно, и будут сделаны правильные выводы. Хорошо, я вас поняла. Позицию вашу тоже поняла. Будем разбираться. Спасибо за уделенное время. И спасибо за диалог. Не за что. Не за высказывание вашей позиции. Обращайтесь. До свидания. Хорошо. Спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.